Можно за такие деньги купить и баул, и спальный мешок. Вот, пожалуйста, тут самый спальный мешок. А тебе нравится на них? Ты в них ходил? А Vogue есть? Остался Vogue? Vogue я принесла. Вот, вот это я уже покушал. Баул можно реально давать детям до 3 лет, потому что, ну, тут реально головоломка, ее нужно разгадать сначала. Всех приветствую, с вами сегодня недушные обзоры. С нами сегодня я и Павел. Первое, о чем я хочу рассказать, это о том, что к нам приехал наконец-то практически весь ассортимент Helicon. Соответственно, это и куртки двухсторонние, и флиски их легендарные, анораки, боевые рубашки, IPC-шные рубашки, футболки и так далее. Вплоть до штанов и вплоть до шортов. Соответственно. Двусторонняя курточка. Двусторонняя, да, куртка, соответственно. Взял бы себе такую. Ну, скажу так, не мой формат, но в целом куртка интересная. По такие задачи? Разнообразные. Допустим, если в лес ходить, когда уже, допустим, осень, можно вот эту сторону надеть. Если зима, то можно перевернуть и носить вот эту. Она довольно теплая, внутри что-то типа синтепона, скорее всего, тенсулейт. Возможно. Точно говорить в орудии. О! Все, Паша, садись. Сейчас. Созьет сеночку. Рюкзак Helicon. Тоже пришли на формат. Что в мультикаме? Обычный такой... Ну, сколько он литров? 25 литров рюкзак. Просто с отсеками. Кордура. Все как надо. Хорошее качество. Мне нравится. Мне нравится, что у них есть поясные зацепы. Если идти куда-то на дальняк, набили сумку всяким интересным. Поэтому цепляем на пояс, и у нас сплечь нагрузка уходит немножечко еще и на поясницу. Соответственно, разгружается сама спина. Это классно. Дальше у нас больше городской рюкзак. Это, соответственно, EDS. Филиконовский. Цветит там. EDC Everyday Carry. Носить каждый день. У них, у большинства моделей, кстати говоря, есть жесткая вставка вот здесь в спине. То есть, вот, она довольно жестко гнется. Это тоже немножко помогает разгрузить спину. Она практически у всех филиконов есть. Да, нормально. Ну, это, соответственно, их тоже тактическая серия пошла. Raccoon MK2. Enoot MK2. Raccoon. Raccoon это и Enoot. Дальше. Ну, это уже больше крейдовый рюкзакам. Все кордура, все настоящее. То есть, я боялся в сумочку, по-моему, даже использовал вот так, если ты ее не куда-то пройдешь, и так далее. В принципе, да. У них интереснее вот здесь вот момент есть фастекс. И он, вот тут жесткая тоже вставочка, и он разворачивается. И здесь есть... То есть, он этот мешок, да, получает? И он получается, как вещмешок. Все, вот он внутри. То есть, рюкзак, весь мешок, да? Да. Почему бы и нет? О! А дальше пошла уже другая фирма. Это наши родные Viking, соответственно. 20 литров рюкзак, тоже тысячная кордура. Ну, три-зип стандартные. То есть, молнии. У нее расположено как можно открыть и сверху, так и полностью его раскрыть. Как видите, сделал я это очень быстро. То есть, рюкзак с полным открытым доступом. Это на случай, если мы напихали много всякого интересного, и нам нужно что-то вот, которое здесь. Мы расстегиваем полностью, да, стали. А если у нас рюкзак с классическим открыванием сверху, то нам этот, он там копышится, неинтересно и долго. Так, это что у нас? Рюкзак, это баулы пошли. Соответственно. Ой, интересно, я в него влез. Сейчас интерес, интересная тема, потому что был достаточно вещь актуальная. И то, что к нам их приезжают всех практически производителей, это круто. Что он там? 100 литров стандартные олива с быстрым открыванием, соответственно. И с дополнительными карманами. То есть, для понимания, давайте уже покажу сейчас. Есть боковые кармашки. Пока что покажу эти моменты. Здесь, здесь. О, сюда под шлем, допустим. Шлем влезает спокойно. Проверяем. Да, вполне. Красный. Жоркий, жесткий каркас внизу. Круто. И также здесь, под лямки. Можно носить, как рюкзак. Это тоже баул. Сумка. Это уже дорожная, соответственно. Она поменьше, как вы видите. То есть, вот ее размеры. Соответственно, вы видели, и тот был. Сейчас вы видите, и этот был. Ух, откроем его. Загадка Жака Фреско. Не, ну, этот баул можно реально давать детям до трех лет. Потому что, ну, тут реально головоломка. Ее нужно разгадать сначала. Че, не можешь открыть баул? У меня навык интеллекта сейчас только что повысился на единицу. В целом, все то же самое. Классика, как и на том бауле. Лямки расстегиваются. Здесь. Это самое, с двух сторон молния. Берем. И берем, что хотим. То есть, просто дорожная сумка. Там под патроны, под какую-то мелочушку, да, допустим? Да, да. Просто в дорогу, соответственно. А вот баулы уже пошли посерьезнее. Тоже викинговские. И это у нас. 144 литра. Да, это уже все серьезно. Это вот под снарягу там полностью плитник закинет, клемм, ячуги, плитки и так далее, соответственно. У него, кстати, здесь интересно. Две собачки связаны с тропой. И можно оттягивать за единицу. И быстро открывать, чтобы. Да. Ладно, баула это все понятно. Классик. Баула говорить не нужно. А это у нас что? Спальный мешок. Спальник викингир Роне. Да мы откроем его. Да мы его откроем сейчас. То есть стандартный спальничек. Не шибко дорогой. В комментариях к стечу лайпу написали, можно за такие деньги купить и бауул и спальный мешок. Вот, пожалуйста, тут самый спальный мешок. То есть просто хороший. Довольно мягкий, теплый. Да. Теплый причем, да? В пользу почему бы и нет. Пришла интересная медицина. Мы работаем с компанией Not Today. И пришло от них две аптечки. Вот это их новая усиленная аптечка Tandem. Соответственно, в которой идет два подсумка. То есть сразу... Сейчас открою, покажу. Да. Да. Ну, это классическая. Она у нас, по-моему, уже была. Стандартная. Она не отрывная. Это под сколько предметов у тебя? 11. 11 предметов. Ну, это классика. Взяли, растопырили и берем, что хотим. Быстрый доступ ко всему. Довольно легко это все укомплектовать. Наконец-то Not Today. Начал класть в аптечке не только турникет, который у него, кстати, тоже идет в комплекте, а еще и жгуты. То есть для всех радость. Это Альфа получается? Нет. Это не Альфа. Соответственно, у него идет в комплекте ампульница, ППИшка, причем большая, соответственно. Трубки фарингальные и так далее. Единственное, знаешь, я не понимаю, зачем... Ну, я так размышлял на досуге. Ну... Зачем турникет класть внутрь, когда гораздо практичнее его держать снаружи? Турникет – это такая штука, которая спасает от артериального кровотечения, а это очень страшная штука, если замедлиться с этим. Это, скорее всего, будет второй, соответственно, турникет, который, допустим, у нас вот здесь аптечка висит выше. Птически не отрывная. А, ну да. Соответственно, чтобы человек уже вторым турникетом, когда у него... Или не он, или кто-то, начал пользоваться. То есть, но об этом мы сейчас размышлять не будем. Наша работа, как люди хотят, так и используют. Как им удобно. Ладно. Это все делать. Соответственно, вот такой тандемчик из двух, что первое шло, на что третье. Ну, приятно. Наушники ShotTime. Самые простые, хорошие уши, а проверенные времени... Тебе нравятся они? Ты в них ходил? Не доводилось. Не доводилось не ходить? Ну, в целом, как бюджетный вариант для тира. А я вот на охоте в них выходил. И в тире, кстати. Вы помнишь, у меня на соревнованиях как раз были в шотах. Вот и в них и было, ты, говоришь, не ходил. Соответственно, показали себя хорошо, я не оглох. И лучше брать с силиконом. Для того, чтобы в них можно проходить дольше. Также есть и обычные варианты, кому силикон не нравится. Но это уже дело вкуса. Кому как. Прошу, это уже не кидаем. Аккуратненько положим. Приехали и также гарнитурки. Шток и ушам. Шток и ушам. Соответственно. То есть, это у нас крепление на шлем для наушников. Так называемые чебурашки, да. То есть, которые откидываются. И вот здесь вот находятся. Но кто знает, вот поймет у нас их довольно-таки давно не было. Все, кто просил, теперь они у нас появились. Чебурашки все совместимы с МСА. Соответственно. Кстати, они сделаны здесь не из пластика, как обычно, а из металла. Я таких еще не видел. А МСА это разве не сардины? Даже сардины. Ну да. Это на вырез. Ну, как может быть, проще сказать сардины. Консервы. Поехала гарнитурка. ПТТ-кнопка. Это вот, именно, под адаптер БАМФЕНГ. Соответственно. То есть, подключаемся к БАМФЕНГу, ставим, если у нас радиофицированные наушники, и подключаемся, то у них АУК свой идет. Соответственно. Прикольная штука. Сам пользуюсь. Всем советую, кто еще не пробовал радиосвязь с активными наушниками. Также, соответственно, идет целая система. Тут вот идет в комплекте ПТТ-кнопка, соответственно. Наведи поближе. Вот вся эта система, тоже на БАМФЕНГ. только уже можно поставить микрофон, соответственно, на саму систему. Ну, это не под все уши, но под определенные. Все подбирается. Кронштейны САГЭ. Именно, которые быстросъемные. Есть, как и пришел, полные размеры, есть и среднего размера. Я эти кронштейны люблю и уважаю. И не побоюсь этого слова. Лучше пока на своем веку не видел именно для калаша. Точно, ни вправо, ни влево, никуда не уходят. Садятся как штык. О них больше не надо говорить. Им надо просто пользоваться. Что вот такой, что у моего коллеги. Пришла тактическая линейка Холосанов, соответственно. То есть, это у нас какой-то, это у нас 403, самый стандартный. Он идет сразу на барабане. Это кто не любит кнопочки. Допустим, в вояке больше его предпочитают, потому что, говорят, что больше служат. Но пользуются и тем, и тем. Соответственно, на кнопках, кто на барабане. Можешь кому-чем удобно. Вот, кстати, как раз таки пришел на кнопках еще дополнительно. Кнопок есть такая беда, что в них контакт, он слезает иногда, кнопка мышечная. Также 403, соответственно, он уже идет солнечная батарея. Допустим, если у вас батарейка села, он продолжает работать, если у вас есть источник света, естественный. Соответственно, и это у нас какой, я уже забыл, это у нас 512, соответственно, это вообще легенда, он с какой, кстати, сетка, а с обычной красной. Мне больше вот такие коллиматоры по душе. Почему? Потому что у них просто больше площадь обзора. Площадь обзора, да. Мы просто приехали с другого ролика, вы его тоже на канале увидите в воскресенье. Про химеры, гелики, всякие разговаривали, тоже интересно. Поэтому не обращайте внимания, что мы немного уставшие. Могу еще дополнить, что вот у этого, мало того, что стекло больше, то есть обзор больше, так у него еще и стенки тоньше. Могу продемонстрировать. Стенки тоньше, значит нам меньше перегораживает обзор сам корпус коллиматора. Все, прошу. Соответственно, тепловижеры. У нас появилась такая компания, ну, у нас она была, просто теперь еще в большем объеме. Это у нас Гуайт, соответственно, это 403-й ТРК, 420-й. О них можно делать хоть отдельный обзор, у нас просто времени не хватит, а тепловизоры. Соответственно, просто показываем, что они у нас есть. Очень много спектров, много режимов, так что, да, это тема отдельного ролика. Возможно, даже душного обзора. И наконец-то, вот кто у нас давно заходит и спрашивает, кранидов, вот у нас появилась, это еще не весь ассортимент, который он есть, у него много просто приехало, всякие разные еды, причем вкусные. А волк есть? Остался волк? Волк я принесла. А, волк, волк. Вот, вот это я уже покушал, вкусно, абсолютно. То есть, еды много, приходите. Привет, аппетит, как главный всем, придется. Соответственно. Ага. Хиликон бананка пришла наконец-то. Называется бандикут. Я заметил, у хиликона, у конторы есть такая манера называть свои вещи названиями животных. Ракун, бандикут, наверняка есть еще. Без инструкции ты поймешь, да, это сложно, крайне. приехали под сумки из Шевикинг, соответственно, под два магазина открытого типа на зажимах. Соответственно, если проще говоря. Также под турникет и ножницы. Вот и спрашивал, кстати, вот сюда первый вешаешь, и все, соответственно, у тебя ножницы, и все, первое, что ты должен сделать. Ну, соответственно, вот к тандему покупаете, и отлично будет работать. А насчет бандикута мало слов сказано, у него тут довольно интересная система, есть велкруха, то есть можно эту оторвать систему и налепить какую-нибудь другую. То есть он внутри довольно эргономичный, ну, как органайзер полноценный. Плюс еще здесь есть кармаш. Скрытый карман. Да. И еще один скрытый карман, но это чтобы прятать сигареты от мамы, я думаю. Нет, это, я думаю, для того, чтобы размещать какую-то, возможно, медицину, поговорим об этом, как пример и так далее. В принципе, на сегодня это все у нас кратенько, извините, что-то кратенько, потому что просто новинок на самом деле пришло очень много, времени у нас не так много, потому что снимали просто другой ролик. Ну, это сразу реклама на него, советую посмотреть, потому что таких геликов я еще не видел. И до новых встреч. Сегодня с нами был новый человек, это Паша. Соответственно, просто всем рады. А он старый человек. Он уже давно с нами. Еще у нас появилась соответственная литература для собственной специализации. Допустим, особенности, что там, особенности подготовки слухов в соревнованиях. Вот, пример. Этого автора у нас две книги. Практическая стрельба, соответственно. По-английски я больше не буду говорить, потому что у меня это плохо получается. О винтовочной кучности. Секреты ментальной меткой стрельбы, как делать идеальные выстрелы. Вот это вот интересная книга, я, кстати, куплюсь. Огневая подготовка подразделения мобильных действий. Это у нас сразу идет два тома современные достижения в стрельбе. И уветрить для стрелков из винтовки. Вот. мобильных действий. Да, я ね,